В предыдущих трех выпусках мы с вами разобрали урок номер 40, его тема «Два слона в миттельшпиле» и домашнее задание к этому уроку. В домашнем задании 1 позиция, возникшая в партии Олехин Файн, сыгранная в Ганстингсе в 1936 году. Ход белых. Необходимо за белых найти решающее усиление атаки. Домашнее задание 2 по этой же теме, Марко Шлехтер, Монте-Карло, 1904 год. Ход черных. Указать кратчайший путь к победе. А теперь домашнее задание 3, но уже на тактику. Оно никак не связано с темой урока. Ход белых в позиции на экране. Найдите комбинацию. Домашнее задание 4 на тактику. Бернштейн-Капабланка, Москва, 1914 год. Ход черных. Найдите комбинацию. И домашнее задание 5. Лемон-Блау-Люцерн, 1952 год. Ход белых. Найдите комбинацию. Ответы на это домашнее задание вы сможете посмотреть в уроке номер 41. А теперь давайте разберем ответы на домашнее задание урока 39. На экране позиция, возникшая в партии Stenitz-Zucker-Tort, сыгранной в Нью-Орлеане в 1886 году. Ход белых. Необходимо было указать лучшее продолжение. Напомню, что тема, которую мы изучали в уроке 39, называлась «Роль центра при фланговых операциях». И одно из правил звучит следующим образом. Если позиция в центре прочна, то наступление на фланге стратегически обосновано. Если предпринимается атака на фланге при необеспеченном центре, нужно искать возможность нанести контрудар на этом важном участке доски. В данном случае в этой позиции применимо правило номер 1. То есть наступление на фланге стратегически обосновано, так как в позиции на экране мы видим, что центр достаточно прочен. Поэтому необходимо искать какие-то шансы при фланговых операциях. Стейниц в данном случае сыграл аж 4 и, как показало течение партии, был прав. Хотя позиция здесь оценивается как ничейная, дальнейшая игра Стейница привела его к победе. В домашнем задании 2 после хода черных g5 необходимо было найти правильное возражение за белых. Давайте посмотрим. Центр в данном случае непрочный, центр подвижный и белые находят возможность нанести контрудар именно на этом участке доски. То есть используется правило номер 2. Если предпринимается атака на фланге при необеспеченном центре, нужно искать возможность нанести контрудар на этом важном участке доски. Поэтому белые сыграли d4, нанося контрудар в центре, последовало g4, слон бьет на c6, шах, bc и конь уходит на e1. В результате позиция черных сильно скомпрометирована, так как у них очень далеко убежала пешка g, практически поддерживаемая только слоном. И король навряд ли сможет себе обеспечить спокойное положение на каком-либо из флангов. Вот таким образом необходимо было решить эти задания на стратегию. Давайте перейдем к тактическим заданиям. В домашнем задании 3 на тактику необходимо было найти комбинацию. В позиции на экране ход белых и они сыграли ферзь бьет на d8, шах. Жертва ферзя, ладья бьет на d8 и f8 ферзь, шах. Ладья бьет на f8, ладья бьет на f8, шах. Конь бьет на f8 и завершающий удар, конь f7, мат. Следующее задание на тактику g5. Ферзь уходит на e6 и жертва ферзя. Ферзь бьет на h7, шах. Король бьет на h7, hg двойной шах. Король вынужден взять пешку g6, ладья h6, шах. Король бьет на g5 и заключительный ход, король f3, мат. Следующая позиция встретилась в партии Керес Радович, сыгранной в Лейпциге в 1960 году. Если внимательно присмотреться, то мы увидим, что пешка f7 связана. И поэтому решающий ход найти достаточно просто. Ладья g6. Белые угрожают поставить мат на g7 и защиты от этого нет. Черные несут материальные потери. Ферзь e5, ферзь бьет на e5, ладья на e8 и ферзь бьет на g7, мат. Надеюсь, вам понравились наши задачи на стратегию и на тактику. Смотрите наши следующие уроки. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова